Меня зовут Никита Петтик, я работаю над СУБД Тарантул, точнее, работал в фантомной боли. Вот она. Черт, спалился. Вот она инерция, это мышление. Немного успел повозиться с компиляторами, а сейчас пилю поиск в авито, конкретно занимаюсь поисковым движком и внезапно работаю в команде Андрея. Привет, Андрей. И снова здрасте. Успел дописать слайды? С трудом. Как обычно, писал всю ночь и всю предыдущую ночь. Естественно, к сегодняшнему утру у меня было готово примерно 27 слайдов из финальных 67. А кое-какие оформительские моменты я, естественно, исправить не успел совсем. Но придется, как обычно, согрехами. Я немного поработаю этой томадой, пока там все собираются, наливают пивко, берут еду. Поспрашиваю немножко вопросов. Вот и сразу скажу... Я знал, что что-то забыл. Пивко и пиццу, ядрё на вошь, проклятые слайды. Сразу скажу всем зрителям, чтобы переходили в чатик, в телеграме, задавали вопросы. Вот на них постараемся ответить в конце конференции, в конце доклада, или когда уже будет наш сабантуй внутренний. Ну и раз мы на конференции про C++, пару вопросов, собственно, про плюсы. Как ты считаешь, например, туда ли идёт развитие C++ последние лет 10? И что, как вообще к этому относишься? Или комитету лучше знать, как делать, а нам остаётся только терпеть то, что дают? Ну, конечно же, комитету знать не лучше, потому что не совсем понятно, кто сидит в комитете, и, значит, что они там творят, и соображения, каких конкретно гигантских корпораций зла, ничего ради. Нам, спаси, господи, инди-разработчикам, несмотря на то, что мы конкретно... Это там три инди-разработчика внутри, тоже большой корпорации. Ну, хотя бы у нас не вся корпорация пишет на C++. Так что инди-разработчиками себя чувствуем. Но это я, как обычно, мыслики подреву. А язык мне сразу не нравится. Изначально давным-давно всё было очень плохо. Постепенно всё немного улучшается. Кое-какие улучшения в язык заносят, естественно. Но двигается это чудовищно медленно. И, конечно же, определённых каких-то штук, которых, если вдуматься, хотелось бы увидеть заимствованных, просто банально заимствованных, цинично из других языков, в языке давно и упорно не хватает. Ну, понятное дело, груз предков ещё тянет постоянно ко дну. И желание постоянно исполнять совместимость. Но, с другой стороны, у нас альтернатив немного. Поэтому продолжаем пока что, по меньшей мере, плакать, колоться и жрать кактус. Потому что кактуса некоторым образом лучше. Для очень странного определения слова «лучше» у нас пока нет. А, быстрый вопрос. Топ-3 фичей из последних стандартов. Вот там 17-й, 20-й, 23-й. Я не смотрел, к несчастью, ни в 17-й, ни в 20-й, ни в 23-й стандарт. У меня это с обратной стороны работает. Я каждый раз, как начинаю читать, что за ад и холокост туда завезли, у меня сразу мозг отказывает. Это всё слишком сложно для меня. Я умею там бит в байт переложить и потом байт в бит тоже переложить. Ну а я регулярно нарываюсь на что-то, что, дескать, пытаюсь начислить какой-то код, и вот, блин, всё-таки хотелось бы. Так вот, из 17-го стандарта я единственное, на что нарывался на данный момент, единственное, из своих личных потребностей. И, по-моему, это даже в 14-м, честно говоря, завезли не точно. Это банально чуть-чуть более развитие констэкспра, чем в 11-м. А из 20-го и 23-го, не помню что, на концепты и ещё что-то, на концепты и корутины, по-моему, из 20-го интересно посмотреть. Возможно, с концептами кое-какая жизнь станет немного лучше. Вместо дебильных интерфейсных классов с виртуальным множественным наследованием, ромбингом по диагонали через границы трёх GitHub-репозиториев, можно будет концепты начислять и поаккуратнее кода оформлять. И с корутинами вообще непонятно, насколько они, скажем так, хороши и нативные. На них пока не смотрел вообще, может быть, достаточно хороши. На вскидку как-то так. Понятно. Личное, короче, резюме, личная бомбёжка констэкспры, а личные интересы, которые именно интересы, для практики нужны или нет, не знаю. Это, наверное, концепты и корутины. Вот, вообще у меня много вопросов. Я тут могу спрашивать неограниченное количество времени, но это пора приступить к докладу. У нас вроде время вышло. Спрашиваю после доклада, что успею, а также поспрашиваю, что интересует других зрителей. Да, ключевой, наводящий вопрос. Причём тут вообще C++, алгоритмы и поисковые движки. А потому что конференция. Конференция, да, конечно. Давай, Андрей, тебе слово. Мне слово. Трансляция идёт, все необходимые штуки спрятались. Три, два, один. Что же, начнём. Надо хоть на темер иногда ещё смотреть. У-ю, 18-20. Про алгоритмы в поисковых движках. Кое-как доделал. Я вообще кто и что я тут собираюсь рассказывать им? Здрасте, я Настя. Меня зовут Андрей, фамилия Аксёнов. Всю свою сознательную жизнь пишу программы. И примерно 99% этой жизни ещё и заставляю других людей писать программы. И желательно, чтобы относительно хорошие программы. Но понятие хорошего у меня, конечно, скошено. Позаниматься я успел много чем, но лет 20 опыта разработки баз данных и поисковых движков есть. Поисковых движков, наверное, как бы в основном сфинкс, хотя местами не совсем. Какие-то крохотные замесы с чем-то ещё, наверное, тоже были. Уже не вспомнить. За грехи мои я всё ещё этот долбанный сфинкс делаю. Сегодня делаю его не в качестве, будь оно проклято, опенсорсного проекта на стороне зла. Внутри нашей корпорации Добра, то есть Авито. И там же мы его цинично в продакшене не крутим. И иногда публичные билды, впрочем, всё равно выкладываем, чтобы все подряд могли крутить то же самое, что крутим мы. Может быть, от этого что-то интересное вырастет. Ну и рассказ сегодня, значит, мы придумали делать не про C++ вообще, БГГ, а про так называемые алгоритмы в этом самом поиске. Но что, на мой взгляд, очень важно, ещё так называемые техники. Алгоритмы и техники – это несколько разная, на мой взгляд, штука. И боюсь, что доклад будет где-то так 50 на 50, в лучшем случае в сторону алгоритмов и техник, а в худшем – 20 на 80, как полагается. Самый главный обман, собственно, в этом и заключается. Именно в том, какая у меня в итоге пропорция получится. 20 на 80 или 10 на 90, или 50 на 50 даже не получится, скорее всего. Самый главный обман заключается в том, что, несмотря на то, что в поиске всё хорошо, одновременно с этим, в поиске всё плохо. И никаких, понимаете, абсолютно никаких, на мой взгляд, особенных, уникальных, турборарных и нигде более не встречающихся алгосов в этом нашем поиске, несмотря ни на что, как бы нет. Такой вот главный мой циничный тезис. При этом, не поймите меня правильно, но алгосами поиск нашпигован, ну, блин, не знаю, как Турдакин, Туркой и Дакином. Это достаточно интересная ниша, как, собственно, база данных, 3D-движки, не топ-3D-движки, игровые движки, и ещё несколько таких развесистых ниш с развесистыми предметными областями, где алгоритмическая какая-то начинка, минимально нетривиальная, она довольно, на мой взгляд, такая жирненькая и достаточно много. Потому что современный поиск в 2023, уже, будь оно неладно, году, это не только ценный мех, но это, вообще говоря, уже умеренно полноценная система управления базами данных, умеренно полноценная СУБД. Да, она будет со своей, обязательно она будет со своей какой-то странной спецификой, потому что полнотекстовый поиск движок про это, это всё-таки, ну, не совсем привычный ОЛАП, ОЛТП и так далее. Он особенный. Тем не менее, это вполне полноценная СУБД, она типично распределённая, она регулярно бывает довольно сильно нагруженная, и, как следствие, ещё вдобавок за счёт специфики этого самого поиска, поверх вот этого всего, в поиске места довольно редким интересным штукам, которые мало где встречаются в других нишах, оно более чем есть. Но, тем не менее, такой, значит, противоречивый тезис, что у нас нет ничего почти ничего уникального. Именно почти. Кое-какие штуки, которые есть либо только в поиске, либо мало где, совсем мало где, за пределами поиска встречаются, я такие знаю. Выделил их три. Возможно, что-то продолбил, но, возможно, нет. Собственно, три особых штуки. Начнём прямо с первой. И самая первая неожиданная вещь – это так называемое устройство, так называемого поиска. Задумаемся на секунду. Чего отличает полнотекстовый движок, движок с этим самым текстовым поиском, от каноничной субэдэхи? Чего отличает условный эластик от условного постгресса? Неожиданно в постгрессе-то внутри тоже есть полнотекстовый индекс, но он немного другой, и ведущей структурой, скажем так, для постгресса является всё-таки B-дерево за саписями, круг говоря, а ведущей структурой для эластика является одна строчка кода, которая у меня на следующем слайде, и которая, естественно, вообще не на том языке. Речь про текстовую часть индекса. Речь про ту штуку, ту структуру данных, в которой, собственно, хранятся ключевые слова, с которыми надо что-то делать, по которым надо в конечном итоге искать. В терминах сфинкса, у которого SQL-ный синтаксис, это именно та часть, которая обеспечивает физику хранения и физику доступа к полнотекстовому индексу, по которому потом и исполняются запросы where match hello world. У меня здесь есть моя любимая прибаутка, что, в принципе, достаточно сказать, что это конкорданс, и на этом разойтись, но поскольку все равно никто не знает, что такое конкорданс, и постоянно надо подсматривать это дело в словаре, хотя, честно говоря, конкорданс, с конкордансом встречались мы все, потому что вот тот вот алфавитный указатель, который лежит в каждой библии, который лежит в каждом отельном номере, в который Гедеоновская братья эту самую библию положила, это вот встречалось многим, но слов не знает никто. Одна строка кода, неожиданно, на концептуальном уровне реально одна строка кода. Практически тысячи, даже, наверное, это я недооценил, а скорее десятки тысяч строк кода для того, чтобы все это реализовать, но концептуально, концептуально одна. Вот она, эта божественная строка. Я здесь, естественно, немного схалявил, и вместо того, чтобы вот эти вот ублюдочные, длинные префиксы std писать немного сэкономил, и так она у меня и влезла на слайд гигантским шрифтом. Но суть именно такова. Пытливый разум заметит, что здесь у меня вектор int of, и это мгновенно некое упрощение, и слишком, наверное, даже слишком сильное упрощение. Действительно, если еще от typedef избавиться, то строчка, честно говоря, становится еще проще. Вот он, полнотекстовый индекс на неком концептуальном уровне. Это мапа из строк в некие векторы, неких постингов. Все, больше ничего внутри полнотекстового индекса нет. И это одна из наших уникальных структур. Добро пожаловать в чудесный мир полнотекстового поиска. Мы только что с вами изучили сложнейшую структуру под названием так называемый инвертированный файл. Что здесь, на что инвертируется? В так называемом прямом файле, в прямом тексте, который у нас есть, неинвертированном еще пока. У нас же есть гора документов, и в каждом документе гора слов подряд. А здесь, вот в этой вот структуре, мы как бы это дело инвертируем, и вместо того, чтобы адресоваться, скажем так, позиции внутри исходного текстового файла, мы к каждому ключевому слову, это и есть наш ключ в стринге, ставим в соответствие вектор некоторых постингов. Все. Вот одна супербазовая структура, которая встречается, честно говоря, не только в поиске. Вот я на 100% уверен, что она встречается не только в поиске. Правда, к несчастью, я не сумел за последние три дня придумать достаточно такой сильно убедительный пример, где бы она еще была нужна. Ну, сто пудов где-то нужна. Что за постинги? Напомню, уже, возможно, забыли за полслайда, что индекс – это, по большому счету, просто мапа с ключами, ключевыми словами в вектор постингов. А постинг – это что такое? Постинг – это штука довольно развесистая, и в зависимости от того, насколько у вас развесит и поисковой движок, это может быть что-то очень разное. В совсем простом случае нам действительно достаточно вот этого вот вектора интов, и более того, что интересно, именно в этом случае, когда у нас в кавычках вектор, в кавычках интов, у нас будет самый-самый крохотный, самый-самый идеально жмущийся, компактненький индекс, который чуть ли не в 3% от размера исходного текста можно удушить, и он, тем не менее, все равно что-то будет искать. Только информация, этот индекс нам не будет давать никакой интересной. Про найденное в документе слово, он будет всего-то навсего нам сообщать, что окей, вот это вот там слово, какое-нибудь ключевое, тест, наше любимое же слово «тест», ну, у нас другое есть, конечно, но нельзя его в эфире. Слово «тест» встречается в документах номер 1, 2, 3, 5, 6, 7 и, конечно же, 900-1900. Этого недостаточно для любых нормальных практических целей, особенно в 2023 году. Недостаточно знать просто, что у нас слово в документе есть, и больше про это не знать ничего, а вот что конкретно мы хотим знать про вхождение слова в документ, это уже сильно зависит от предметной области, и здесь простор довольно велик. В некоем, скажем так, общем случае, мы, скорее всего, у нас в 99% случаев все-таки будет какой-то идентификатор документа, все-таки будет какая-то структура полей внутри этого документа, все-таки будет какая-то позиция внутри каждого поля, внутри этого документа. И вот у нас первые три, соответственно, инта на слайде. ID документа, поле и позиция внутри поля. Может быть, но не всегда в сфинксе, например, по-моему, нет на данный момент, или по меньшей мере явно нет. Можно к каждому постингу укладывать рядом какие-то флажки, в котором вообще черт знает, какая информация может храниться. Повторюсь, у нас вроде бы нет такой штуки. Почему вроде бы? Потому что я помню, что постоянно раза два или три приделывал и выносил за ненадобностью, приделывал и выносил за ненадобностью. Поэтому такая неуверенность. Я не уверен, я в последний раз вынес за ненадобностью или нет. В этих флажках может быть уже какая-то еще более странная мета-информация, типа там номер некой морфологической, как это сказать-то, номер формы для морфологии, размер шрифта, в котором это слово, размер шрифта, каким это слово было размечено в HTML-документе и т.д. и т.п. А, ну, может быть, таких флажков может и вообще не быть, если вы рассматриваете ваш текст, чисто как текст, и не думаете о том, что там какая-то странная разметка цветами, размерами, и вот этим всем есть. И если что, здесь специально написаны инты, ну, я надеюсь, всем понятно, что интов, скорее всего, хватит для того, чтобы занумеровать поля в документе, но, скорее всего, не хватит для того, чтобы занумеровать документы, поэтому отличие, что, сорян, а здесь у тебя не инта, а инт-64 должно быть, это даже как бы мы не рассматриваем. Мы подразумеваем, что инт у нас там местами, ну, какой нужно ширины, такой и сделаем. Но неожиданно у нас уже на этой стадии возникает довольно много решений, которые зависят от конкретного поискового движка и от конкретной нишки, в которой мы работаем. Что сложить вот в этот вот постинг, каким-то совсем простеньким движкам, возможно, действительно, ИД-документа достаточно, каким-то надо массу информации. После того, как мы хотя бы определились, что хранить, у нас есть еще масса технических, сугубо, решений. Как именно устроить этот наш в кавычках мап? Это вообще мап должен быть или хэш, или, спаси господи, finit state transducer. Нужны ли там поиски по диапазону слов, которые нам обеспечат какая-нибудь структура а-ля мэпа, либо дерево, либо еще что-нибудь, или не нужны, или неожиданно мы можем построить эффективный хэш, а возможно даже при построении индекса взять упороться и построить перфект хэш по всем ключевым словам, которые у нас в этом индексе лежат. Это же круто как будет. Построим перфект хэш по нашему словарику, который вот в этом вот в кавычках мапе лежит, и буквально за один хэш лука будем мгновенно находить ключевое слово. Довольно круто. Но неожиданно, если нам при этом wildcard search какой-нибудь нужен, то есть там AB звездочка EF или поиск ключевых слов внутри дистанции Левенштейна, то неожиданно у нас, естественно, хэш уже не сработает. И это только со словарем уже какие-то там миллионы решений, и проблемы начинаются. Та же самая проблема, как хранить вектор постингов. И это более проблема, кстати, интересная, потому что словарь штука относительно маленькая, а если текста много, то именно в векторе постингов, собственно, и тратится где-то так 99-95% от размера именно полнотекстового индекса. И в память это вовсе не обязательно влезает. Понятное дело, что желательно, чтобы влезало, но вот не обязательно. И тут тоже миллион выборов, как на самом деле мы устроим этот самый вектор постингов. Это не обязательно вектор. Это может быть какая-то кусочная штука, которая, грубо говоря, там disk-based deck, который кусками выделяет некие фрагменты файла, в котором хранятся постинги. Это может быть произвольно взятая деревянная структура, начиная с банального B3. При этом в этот банальный B3 можно сложить как сами постинги, размазав их вот на такую вот структуру с четырьмя интами. Это чудовищно неэффективно, не делайте так никогда. Но сделать это возможно. А можно в B-дерево положить какие-то сжатые блобы. Короче, куча вариаций. Все эти вариации, впрочем, они не про алгоритмы, если что, а про... Алгоритмы-то и так понятно, там условное B-дерево и LSM. И, да, что конкретно сложить в постинг, это тоже такой интересный выбор. Иногда достаточно одного лишь только номера документа. Тьфу. Иногда достаточно одного лишь только док-айди. Иногда вместо внутренней структуры, номер поля и номер позиций, можно сохранить одну абсолютную позицию. Вот у вас есть в документе четыре заранее известных поля. Какие-нибудь там title, контент, это ключевые слова и секретное системное поле. Вот можно сложить координату из двух компонентов. Номер поля и позиция внутри поля. А можно одну абсолютную. Рассмотреть весь документ, как последовательность линейную из четырех полей, и сказать, что у нас в поле title 15 ключевиков, в поле контент 217 ключевиков и так далее. Где-то сохранить четыре инта с длиной полей, и тогда мы будем знать, что с позиции с первой по пятнадцатую включительно это поле title, позиции с шестнадцатой по двести там какую-то включительно это поле контент и т.д. и т.п. И тогда вместо двух интов мы закодируем, и довольно эффективно закодируем, мы закодируем позицию внутри документа и поля в один инт. Это вот как раз вторая строчка. А что если кодировать еще более упоротую позицию? Не только лишь вот эту вот позицию внутри филда, а еще и спускаться на уровень, смотрите, у нас слово нашлось в поле номер 17, в параграфе номер 3, внутри параграфа номер 3, в предложении номер 4, и внутри этого предложения имела координату номер 7. Неожиданно для каких-то довольно странных, на мой взгляд, задач, но тем не менее изредка может потребоваться даже настолько развесистая координатная сетка для ключевых слов внутри документа, и, к несчастью, такое тоже может быть. И это мы уж молчим про то, что кроме вектора постингов, кроме вот этой вот нашей основной суперструктуры с самыми важными с точки зрения поиска по ключевым словам данными, мы можем положить какие-то еще дополнительные помогающие нам как-то структуры. Потому что, например, зачастую, когда у тебя поиск из одного ключевого слова, тебе, честно говоря, все точные вхождения в точных позициях в документ со всей этой сложностью лопать-то не надо. Тебя, честно говоря, может интересовать с точки зрения твоей совсем простенькой ранжирующей функции, а сколько, банально, сколько было вхождение слова в документ. И это какой-то отдельный поток, который вот этот вот развесистый вектор, вот это вот развесистый относительно часть вектора коллапсирует просто банально в одно чисел. Почему бы его рядом не положить? В общем, много-много вариантов. Но тут внезапно я, значит, перехожу к нечему совершенно отличающемуся, так как это все еще не про алгоритмы, а про выбор неких данных, которые ты в алгоритмы засовываешь. А самый невинный вопрос, но при этом открывающий самую интересную бездну, он выглядит так. А что если мы вместо внешнего какого-то идентификатора, который нам пользователь дал, вместо внешнего док-айди или int128 док-айди, мы занумеруем все документы в нашем индексе плотненько от нуля там до n, где n число документов в индексе, и вот этот вот вектор постингов будем складировать int row id. Как ни странно, на мой взгляд, это одно из самых важных и нужных решений, которые можно подпринять. Потому что здесь мы переходим ко второй полууникальной штуке, алгоритмически опять-таки полууникальной, которая внутри этого нашего полнотекстового поиска в принципе бывает. Это сжатие. Сжатие в полнотекстовых движках это прям вот краеугольный камень. Вот есть у нас даже возможно больше, чем краеугольный камень номер один. Это краеугольный камень номер два, он же одновременно и ноль. Да, у нас есть остальная суперструктура, вот этот вот самый инвертед файл. По большому счету хэш из ключевика в вектор постингов. Но что у нас внутри постинга-то лежит? Если мы отмотаем немного назад, вспомним, что у нас тут было. Смотрите, у нас тут аж 16 байт лежит. При этом можно поспорить, что, например, флажки не нужны, стало 12 байт. И сразу надо вспомнить, что флажки-то, конечно, может, и не нужны, а вот document ID, наверное, 64 битов все-таки надо сделать. И сразу опять 16 байт. В общем, сырой постинг довольно сложно зажать в условные 4 байта. Все-таки про каждое вхождение, каждое ключевое слово в документ мы обычно хотим достаточно много знать. Даже если у нас простая ранжирующая функция. Потому что если сложная, то тем более. И получается, что средний размер постинга, некая штука, которая кодирует просто банально одно вхождение одного слова в документ, нам надо сохранить, ну, как минимум, 16 байт, а то еще и больше. Задумаемся на секунду. Какая средняя, блин, длина слова в человеческом тексте? Неожиданно она маленькая. Неожиданно она где-то 6, 7, максимум 8 символов. И 8, скорее всего, это такая консервативная оценка сверху, вместо с пробелами и запятыми. Неожиданно получается, что если мы будем сырьем хранить все долбанные постинги, то мы взорвем размер индекса где-то так раза в два минимум по сравнению с исходным текстом, а то в три, и радости от этого не будет никакой. Поэтому краеугольный камень в полнотекстовом любом вменяемом движке все постинги всегда обязательно сжимаются жестко. В целом в жизни это трейд-офф. В целом в жизни бывает быстрее сжать и перекачать по сетке сжатое, а бывает быстрее не сжать, если у тебя архиватор 7-zip очень медленный, и перекачивать ты будешь, честно говоря, быстрее сырой файл. Тем более, что СЦП все равно применит ГЗИП, который тоже гадость. Но в целом в жизни сжатие это скорее трейд-офф, а вот в поиске, конкретно в полнотекстовых поисках очень интересно, потому что сжатие в полнотекстовых поисках всегда выигрыш. Абсолютно всегда, со всех сторон. Получается и меньше данных, и быстрее работа, и в целом все очень хорошо. Поэтому обязательный прям краеугольный камень сжатия. Не бывает никогда поискового движка, нормального, вменяемого, не игрушечного, у которого внутри сжатия его основной структуры внутри бы не было. Неожиданно техники сжатия, которые, собственно, в поиске бывают, они никоим образом для поиска не уникальны и вполне себе применимы где-то еще. Ну, значит, отлично, интересная вещь. По ней-то, собственно, и пробежимся. И замечу сразу авансом, если не забуду, то упомяну, почему потом, фокусы про замену номера документа, про замену док-айди на RAW-айди и фокусы про сжатие позиции из векторной какой-то штуки, номер поля, номер внутри поля и так далее, в линейную позицию, они как раз в том числе для этого и нужны. Они сильно помогают этому самому сжатию. Для сжатия, естественно, человечество придумало прям натурально, невероятное количество разных техник, кодов, штук и т.д. и т.п. Естественно, среди них выработались какие-то ключевые, сейчас я по ним попробую быстренько пробежаться. Не знаю, насколько это, конечно, интересно, но пробегусь. Шаг номер один – подготовка данных. Как ни странно, перед тем, как данные сжать, их выгодно подготовить, потому что, если вдуматься, как у нас устроен этот самый поток постингов внутри кишки, так называемый, вот этот самый вектор постингов, а как кишка, который привязан к одному ключевому слову. Ну, блин, там, например, возрастающий какой-то поток номеров document ID будет идти. Я вот взял с утреца и из маленького тестового индекса с миллионом, кстати, как раз плотных ID-шничков, почти без дырок, взял и выгрузил два примера по возрастанию. В документах с какими номерами встречалось слово the и более редкое слово cat. Все любят котиков. Черт, забыл, котиков по нафтековизмам презентацию. Это задача номер один, которая у нас возникает в полнотекстовых движках. У нас часто там довольно много данных такого вида, где у нас есть возрастающий поток каких-нибудь штук. Типично это поток номеров документов, но поток номеров позиций внутри одного документа это же тоже некая заведомо не убывающая последовательность. И надо эту заведомо не убывающую последовательность сжать. Поскольку я здесь начал сначала последовательности, у меня и чиселки маленькие, но несложно видеть, как уже десятое вхождение слова кошечка нам дает, извините, четыре десятичных разрядика. А сотое вхождение слова кошечка нам даст еще больше десятичных разрядика. И, соответственно, если мы просто будем совать какие-то натурально полурандомные числа в любой кодер, то счастья не будет. Задача номер два, пока так, для информации. Кроме вот таких возрастающих потоков, ну, наверное, вторая в кавычках половина данных, которая внутри полнотекстового движка есть, это некий случайный поток, но это случайный поток мелочи. Как, например, частоты вхождения слова в документ. TF, term frequency. Зачастую, кроме того, что, кроме всего развесистого хита на условные 16 байт, ты еще хранишь, значит, информацию о том, что, окей, начинается документ номер 73, слово «the» в него вошло 17 раз, условно говоря, или 31 раз, и вот пошли уже без повторения постоянного номера документа позиции, а вот сейчас поедет 17 позиций внутри документа, например. И вот типично 90% подобных счетчиков типа term frequency и типа еще чего-нибудь, что внутри полнотекстового индекса встречается, это штука мелкая. Это какие-то инты с достаточно маленькими значениями. Их-то, в принципе, можно совать обычно в сжималку и как есть. Но для док-айди просто критично нужна термообработка перед сжатием, иначе ничего не получится интересного. И две всю жизнь работающие техники, которые, скорее всего, меня переживут, и причем переживут не раз, это старое доброе дельта-кодирование и старое доброе зигзаг-кодирование. Дельта-кодирование. Ровно две строки кода. Берем и заменяем в потоке возрастающих чисел каждое число на дельту-разницу с предыдущим значением. Все, закодировали. И обратите внимание, в случае с z вообще хорошо, много единичек. В случае с кошечкой похуже, но тем не менее диапазон чисел резко снизился. А значит, кодироваться они будут лучше. Ну и бывают у нас естественным образом положительные числа, типа как док-айдеи и тфы. А бывают иногда заразы и отрицательные, и что-то с ними надо тоже делать. Что же делать, когда у нас поток в общем случае произвольных чисел могут и единички быть, и минус тройки, и любого диапазона. Ну, зигзаг-кодирование, так называемое, которое с зигзагом так начинает нумеровать от нуля числа. 0, 1, минус 1, и т.д. и т.п. Опять две строчки кода. По большому счету мы меняем местами для зигзаг-кодирования знаковый бит и биты с данными. Типичное кодирование, к которому все привыкли, это то, что у нас вверху в 31 бите лежит бит знака. А дальше лежат какие-то биты данных, и они еще и вдобавок, и ту комплимент. А вот зигзаг-кодирование говорит, давайте возьмем абсолютное число, давайте сдвинем это абсолютное значение, давайте его помножим на 2, то есть сдвинем на 1, а в самый нижний бит положим знаковый бит. По существу происходит вот это вот. И опять-таки в две строчки можно все закодировать. Тут у меня опечатка, блин, минус забыл убрать. 62, а не минус 62. Неожиданно закодировали, и вот после двух таких трансформаций любые абсолютно данные, которые у нас есть, уже уходят в настоящие энкодеры. Потому что вот эти вот две штуки, дельта-кодирование и зигзаг-кодирование, они, несмотря на то, что называются кодирование, тоже, ну и формально это корректно, но я в голове все-таки отношусь к скорее таким трансформациям входных данных, которые очень-очень надо проделать, чтобы потом любой код настоящий, который у нас поверх, он работал хорошо и давал годные результаты. При этом, естественно, настоящее кодирование человечество давно и хорошо изучило. Я напомню, какие у нас тут данные, и накинул еще немножко. Интересная строчка номер 5, в которой вон 296 тысяч и так далее, это уже какие-то большие относительно едешники из середины кишки для слова Z. Формально задача хорошо и давно изучена для всех этих значений. Для как-то идущих подряд, для маленьких, для больших. Человечество еще 50 лет назад придумало довольно большое количество разных методов просто жать произвольно взятые янты. Их все в университете проходят на условном втором курсе, может быть, даже на первом. Но есть, блин, нюанс. Все вот эти вот исторические техники из 70-х или даже из 60-х, они дико бешено экономят биты, с которыми компьютеры не тогда, не сейчас нормально не работают. Я напомню, как устроена одна из них, старенькая совсем. Так название у нее очень красивое, а техника очень тупая. Название красивое – гамма-код Ильяса, образца 75-го года. А логика очень тупая. Смотрите, у нас есть какое-нибудь значение, которое нам надо закодировать в выходной поток. В этом значении же какое-то количество значащих бит есть. Типа там у значения 37, например, значащих бит 6. У него вот самая правая, левая, наверное, самая левая единичка стоит в позиции 5, а всего бит у нас 6. Что же, запишем в выходной поток ровно столько нулевых бит, сколько у нас значащих биту значения, а дальше запишем это самое значение. Внезапно мы пожали число, которое в оригинале могло быть, например, 64-битным. Мы его как бы пожали в 12 бит, конечно. Но, тем не менее, минимальное количество бит, которое нам требовалось для того, чтобы пожать это число, все-таки было, извините, 6. И хотелось бы поближе приближаться к порогу сжатия в эти самые 6 бит. И это даже меньше из зол. Все-таки винчестера сейчас большие, и в 6 бит зажимать вот это значение не обязательно. Честно говоря, и в 1 байт его зажать вполне себе примерно. То есть вот этот двукратный взрыв числа критически нужных бит, без которых никак, это даже не очень большая проблема. А гигантская проблема – это операции с битами. Они всегда боль. Они в 50-х были боль, они в 90-х были боль, они в 2020-х все еще боль. Поэтому все современные кодеки, и тоже уже классические, не работают с битами, они, тьфу, с битами, они стремятся работать с битами. Гениальная идея про сжатие и некоторым образом уже, ну такой, на тоненького алгоритм. Давайте работать байтами, давайте в битах не возиться, давайте классический variable-энд-кодер использовать. То есть каждый байт рассматривать как 7 бит данных и 1 бит маркера. Будут ли у нас данные после этого или нет. Надеюсь, что все этот код и так знают. Если кто-то этот код не знал, то этих двух человек я поздравляю. Вы только что изучили прям важнейший бейслайн. Без всяких шуток. Это охренеть какой важный бейслайн. Он, как видите, вот этот вот кодер, который сохраняет, грубо говоря, там мелкие числа от 0 до 127 включительно, он зажмет в 1 байт буквально. Числа чуть побольше от 0 до 2 в 14 минус единица. Он зажмет в 2 байта и так далее. Да, конечно, совсем большие числа, где больше 28 бит, он еще и раздует, свинья такая. Там, где числа, у которых 29 и больше значащих бит, он будет вынужден их раздуть до 5 байт. Но все остальное он изрядно так сожмет. Это раз. Он тупой, как палка. Это два. И работает крайне быстро. Ну и несложно его реализовать вручную завсегда. Это три. А есть еще пункт номер четыре. Либо непосредственно варень, либо там некие вариации на тему. Еще вдобавок можно на SIM-инструкции переложить. И будет невероятно быстро. Это зверски важный бейслайн. Это зверски важный код. Но если собираетесь запомнить ровно одну вещь про сжатие, то запомните вот его. Это просто караул какой важный бейслайн. Full disclosure. В сфинксе данные полнотекстного индекса, например, жмутся до сих пор им. Банальным варентом. Можно много лучше, да. Но, к несчастью, все. Руки никогда не доходят сделать лучше в этой части. Потому что там, боюсь, выигрыши в нашем юзкейсе будут измеряться все-таки отдельными процентами. Максимум десятками процентов. И то на синтетике. Но можно лучше. Технику под названием variable int придумали все одновременно и давно. Есть пара-тройка важных приколюх, которые придумали попозже. Групповой варент. Следующая гениальная идея. Давайте работать байтами и с битами не возиться. Уже очень хорошо. А давайте работать группами. По четыре инта за раз, например. В этот момент мы заранее знаем, что у наших четырех интов, которые мы собрались закодировать пачкой, для каждого из них мы можем рассчитать, сколько в нем значащих байт. И количество этих значащих байт мы можем сохранить в два бита. Итого, в один байт мы можем положить маску, некую, не длину, а маску. Было бы корректнее написать исправлю в версии 1.1, по которой мы знаем, дальше мгновенно знаем, что у нас сейчас будет лежать два байта для первого значения, один байт для второго значения, три байта для третьего значения и снова один байт для четвертого значения. После этого мы пишем вот такой вот ровно код, ровно в одну строчку на верхнем уровне и в невероятное количество строчек внутри свеча. Натурально пишем свеч на 256 вариантов, который за одну итерацию декодирует четыре числа и при этом обладает двумя важными свойствами. Обратите внимание, он за одну итерацию одним быстреньким джампом по табличке, скажем так, декодирует четыре числа, он никаких битовых операций не делает вообще, вообще никаких, исключительно работает с целыми байтами и что, ну, бранчится он поменьше. Здесь-то у нас какие-то бранчи есть, надо постоянно сравнивать с дошли до конца, не дошли, ноль не ноль, здесь у нас на декодирование целых четырех чисел никакого бранча нет вообще. Очень-очень хорошо. И это тоже довольно важный бейслайн, он изрядно взгревает воры. Далее эту идею гениальную можно расширить еще более люто и сказать, давайте работать группами не по четыре значения за раз, а по 128 значений за раз. Смотрим на какой-нибудь набор дельт. Вспомните, постарайтесь, на секундочку, набор дельт, который у нас вылетал для номеров документов, для слова the. Там дохрена единиц двоек и троек, на которых, честно говоря, одного байта-то жалко, на которые хочется тратить не один байт, а два бита. И метод под названием p4, patched for, patched frame of reference, позволяет делать именно это. А давайте посмотрим на достаточно большой блок, 32, 64, 128 типично, 128, например, значений за раз. А давайте посмотрим, сколько бит в основном, для основной массы значений в этом блоке будет достаточно. И эти самые значения закодируем совсем оптимальным количеством бит по условные три бита на значение. Или, соответственно, сколько это там, три восьмых байта. А исключения, которых какое-то количество будет в блоке на 120 значений, которые в основном поместились в три бита, у нас, допустим, найдется семь исключений. Эти семь исключений мы можем сложить отдельно. Я здесь для простоты написал просто uint exceptions. Конечно же, для этого там, возможно, потребуются еще или координаты, или еще того занятия, некий маленький связанный список внутри вот такого дата-фрейма на 128 значений. Это уже не суть важно. Мне кажется, для демонстрации идеи более чем достаточно вот этого вот. Неожиданно, добро пожаловать в чудесный мир, текущий state-of-the-art сжатие данных в полнотекстовых движках и не только, выглядит вот так. Это натурально текущий state-of-the-art. Придуман он уже, оказывается, ужас, насколько давно. Я нашел вполне себе легитимный пейпер образца 2006 года. Вот какой-то state-of-the-art принципиально лучше мне по меньшей мере неизвестен. До сих пор самый, скажем так, самый интересный метод сжать данные, который используется чуть менее, чем везде в поисковых движках и кроме движков еще где-то используется, выглядит примерно вот так. Вот он. Ну и неожиданно на закуску есть еще одна смешная идея, потому что у нас иногда группы на 128 элементов может вообще не набраться. Представьте себе какое-нибудь редкое ключевое слово, которое встречается натурально в семи документах. А здесь фрейм-то нужен на 128. Его можно сжать и групп варентом, и варентом, и как угодно, но вот есть еще одна интересная техника на закуску под названием simple что-то, simple 9 и simple 16. Здесь идея та же самая. Давайте в один фрейм данных класть несколько значений за один раз. Другое дело, что давайте фрейм у нас будет совсем крохотный. Давайте так называемый фрейм у нас будет размером в 32 бита. Один буквально int. И верхние 4 бита мы будем использовать как некоторый селектор, который указывает, как конкретно мы биты уложим, сколько у нас значений внутри этого int, и сколько бит на каждое значение уходит. Ну и получается, что до 16 вариантов можно вот в это дело уложить. Какой конкретно бит-лейаут внутри дворда используется, это, собственно, и определяет simple 9 или simple 16 конкретная техника. У техники под названием simple 9 в кейсе 9 вариантов, начинаются они примерно вот так. У техники под названием simple 16, соответственно, какие-то другие 16 вариантов. Выписывать их все нет никакой человеческой возможности. Какого черта я на вот эти вот алгоритмические, ну такое, не сильно алгоритмические штуки потратил столько драгоценного времени? Кажется, это одна из прям важнейших вещей, которые есть, несмотря на то, что алгоритмичность тут такая, ну такая себе. И тем не менее, это одна из важнейших вещей, которая и в поиске есть, и которая, мне кажется, еще где-то еще применима. Напомню, оно не уникально. Естественно, вы можете сжать вот этими ловкими техниками не только лишь номера документов в полнотекстовом движке, а значение колонок в кликхаусе. И отлично пожмется, особенно если эта колоночка Яну. Или что-нибудь еще. Как минимум, во всяких колоночных базах данных и таймсерии с базах данных подобные техники отлично применимы в полный рост. Честно говоря, Patch4Delta, вот эта вот штука, она зародилась из полколоночной базы данных под названием MonitDB. Ее, по-моему, придумали там. Хотя в порядке эксперимента мгновенно применили, естественно, все равно к полнотекстовому поиску. Но, повторюсь, сжатие в поиске штука очень важная. Без сжатия вообще никуда, поэтому... Но применимая еще много где. Третий пункт, про который, казалось бы, надо рассказать. Что еще есть в поиске? Такое вот относительно уникальное, чего больше нигде нет. Казалось бы, matching. Ну, окей. Мы построили наш полнотекстовый вот этот вот индекс, инвертированный файл, то есть словарик с ключевыми словами и векторами вхождений. Мы научились его сжать, что дедушка рассказывает очень-очень важно. Вот посмотрели на технике сжатия. Прекрасно. Дальше-то что? Теперь в этом надо искать. Наверное, третий, самый важный и самый сложный, наверное, и никогда нигде не встречающийся раскладос – это matching. Ха-ха. Ответ – нет. Matching – это просто, наверное, самое тупое, что может в поиске быть. И вот с алгоритмической точки зрения уж точно, вне зависимости от того, что у вас там за запрос в конечном итоге, насколько мутные или не мутные ключевые слова и дополнительные ограничения, блин, по большому счету весь matching сводится к тому, что мы запускаем два сортированных итератора или четыре, и делаем обычный merge intersect, или как это значит корректно назвать. Просто банально запуская несколько сортированных итераторов, если они все смотрят в одинаковый документ, то окей, match найден, надо двинуть вперед все итераторы одновременно. Если они не совпадают, то самый маленький из этих итераторов надо двинуть вперед и после этого проверить еще раз. Все. Блин, ну… Так что, как ни странно, в matching ничего интересного внутри в этом самом поисковом движке нет. Это, повторюсь, на мой взгляд, одна из самых тупых на фундаментальном поменьшем уровне часть, а более развесистая часть, и которая, опять же, наконец-то, слава богу, хоть что-то, уникальна для поиска – это ранжирование. Абсолютно не научный бенчмарк, который я проделывал, ну, не сегодня утром, не буду урать, вчера утром. Бенчмарк кривой, я сделал matching, который просто вынул мне, по большому счету, все там вхождения слова Z из миллиона документов. И второй вариант этого бенчмарка – то же самое, но теперь давайте посчитаем сигнал и ранжирование. Так вот, я специально не привожу конкретных цифр, потому что они очень-очень плохие. Но, поверьте на слово, вот 10% времени, а может быть даже меньше, занимал, собственно, matching, то есть взять вот этот вот, запустить итератор по одному ключевому слову, ну, правда, не hello, а they, иначе там 0,0 миллисекунд и 0,0 миллисекунд, и 90% времени, блин, занимало ранжирование. То есть не просто выкроить, декодировать при помощи всех вот этих методов сжатия и пересечь, и найти совпадение постинги, а потом эти постинги обработать и посчитать по ним некие сигналы ранжирования. Какие же божественные алгоритмы там внутри, наверное, дико сложные, и как же мы с ними берем и боремся. А их там тоже нет. Там внутри исключительно разные техники, которые применяются к расчетам того или иного сигнальчика. Что считается внутри этого самого ранжирования? Я бы выделил три группы. Группа номер один. Это какие-то совсем простые сигналы и флажки. Например, просто банально флажки были ли у нас среди совпавших ключевых слов ключевые слова с латиницей или существительные. Да-да, настолько простые. Или какие-то статистики чуть поинтереснее под названием. У нас вот это вот слово встречалось в этом поле столько-то раз. Для этого спецтермин TF, term frequency, но это всего-навсего число вхождений. Либо некие относительно, чуть более непростые функции типа BM25, которую я опять-таки специально не привожу. Но BM25 это простая статистика. BM25 это, грубо говоря, передаточная функция поверх TF. Это, грубо говоря, сумма по всем полям чего-то типа TF делить на единицу на 5 плюс TF. То есть это довольно несложная статистика, довольно несложная математическая какая-то функция. Именно статистического характера. Вторая группа. И что тут важно еще, почему статистика, я постоянно использую слово, это именно статистика, которая считается для отдельно взятых ключевых слов. Ну, поэтому ее считать-то не совсем просто. Дальше. У нас есть некие последовательные сигналы, которые смотрят на последовательность ключевых слов внутри документа. Какая у нас там наибольшая длина последовательности ключевиков, которая совпала между документом и запросом? Сколько дырок у нас в этом совпадении? Допустим, у нас было три ключевых слова в нашем запросе. Они же могут встретиться вот в такой вот окрестности, подряд идти, и тогда дырок между этими тремя словами будет ноль. А могут вот так вот быть размазаны по всему документу, и тогда дырок между этими тремя словами будет несколько тысяч штук. Это же разные документы все-таки, и, возможно, это какой-то слабенький, но нужный сигнал для ранжирования. Вот такая вот штука есть. Ну и еще есть еще более совсем уже сложные в расчетах сигналы, которые считаются поверх некого скользящего окна постингов, совпавших внутри документа, или поверх пар слов. Типа, а давайте для каждой пары уникальных слов в запросе найдем их самые два ближайших вхождения и построим какую-то экспоненциально затухающую функцию. Вот такие вот штуки считают. Опять-таки, тут никакой алгоритмической, именно алгоритмической сложности нет, но есть сложности расчетные, могут быть сложности расчетные. Я их как раз по сложности расчетов-то на слайде разместил, по возрастанию. Что самое тяжелое? Среди них вот эти вот самые оконные и попарные сигналы. Так как там внутри наивные реализации, там может быть какой-нибудь четырехкратно вложенный цикл, который, конечно, в продакшн делать не хочется ни разу. Алгосов здесь нет вообще. И есть нехитрые техники, которые, к моему удивлению, работают 30 лет подряд. Я для примера вытащил на слайды три. Все простецкие ажзубы сводят, все как бы это, блин, как деды завещали. 30 лет назад они работали и работают до сих пор прекрасно. И чувствую, опять-таки, меня переживут. Техника номер один, которую знают вообще все. Лукап таблицы. Внутри какой-нибудь этой самой функции затухания у нас запросто товарищи аналитики слэш, у нас они называются группу качества поиска, придумывают какую-нибудь штуку с экспоненциальными функциями, возведениями в степени, логарифмами и так далее, и тщательно подберут коэффициент. Прекрасно. К несчастью, до сих пор вот эти расчеты, это не один такт, и, к несчастью, до сих пор их затабулировать, закинуть в табличку и считать по табличке тупо, просто запредельно. Но, тем не менее, работает отменно. Здесь, в поисковых движках, нам помогает иногда специфика данных, которая тут на входе, специфика именно ранжирования. Потому что, например, какая-нибудь затухающая от дистанции между хитами функции, у нас, скорее всего, надо ее затабулировать 32 значения, а начиная с 33-ю она эффективно равна нулю. Вот такой вот трюк и работает просто невероятно хорошо. По сравнению с банальным повом в цикле натурально взогреваешь перформанс в 10 раз. Вот. Техника немного поинтереснее. Местами у тебя не только лишь по табличке надо что-то рассчитать, а есть еще какие-нибудь ограничения. Типа вот там проверить, что поле совпадает с предыдущим, а если у нас произошел при обработке хита прыжок через поле, то и обрабатывать ничего не надо. И проверить, что мы попадаем в какой-то диапазон. Нет времени, конечно же, как обычно, в кулуарах этим займемся, кидаться в детали, но зачастую можно нехитрыми арифметическими трюками зафьюзить, скажем так, некие операции. Натурально зафьюзить вместе позицию, вместо двух интов использовать один, зафьюзить вместе сравнение, превратить его в клэмп и в умножение на ноль вместо того, чтобы писать ивчик. И вместо кода вверху получается код внизу, который, казалось бы, с одной стороны более короткий, с другой стороны, семантика его более запутанная и нужен поясняющий комментарий. Но что интересно, вот этот вот тупой финт ушами, опять же, до сих пор дает эффект. Как он в 90-х давал эффект, так он дает эффект и до сих пор. И, возможно, сейчас он дает эффект даже больше, потому что наконец-то, точнее, не наконец-то, потому что как бы бренч-предиктор с одной стороны, и надо ему башню не рвать. И conditional move с другой стороны. Второй вариант кода странслируется в conditional move, умножение, все будет довольно быстро. Первый код, все-таки первые варианты первых двух строк имеют шанс странслироваться в ивчики, джампы и так далее. Не обязательно, но есть такой риск. И работает это, конечно же, медленно. Ну и неожиданно еще одна тупая техника, которая, с одной стороны, казалось бы, из 70-х, а с другой стороны из 2010-х. Это в некоторых случаях менять там, где хорошо работает вектора позиций, например, вот этих самых постингов, на, блин, небольшие битовые маски. И далее ССЕшный или даже не ССЕшный, а просто инструкциями БСФ логикой по этим битовым маскам рассчитывать какие-нибудь штуки битовыми операциями поверх битмасок вместо того, чтобы гонять по вектору. Блин, вот натурально, предельно тупые техники, именно техники ни в коем случае не алгосы. К несчастью, вот в этом месте, которое тяжеловесное с расчетами проранжирования, там алгосов как бы нет, там исключительно какой-нибудь математический код, которому надо применять никакие не алгосы, а строго вот такие техники. И они дают результаты. Что интересно, это еще даже и не совсем наш этаж. То есть вот эти вот штуки, которые для ранжирования нужны, нам некоторым образом спускают в ощущениях. Вот товарищи-качествологи провели массу исследований, без всяких, опять-таки, шуток, натуральные исследования, посчитали много разного и придумали, как считать какой-то очередной сигнал. Ну, нам это надо реализовать, и нам это надо реализовать эффективно. В этот момент с алгоритмом, никакого волшебного алгоритма, быстро-быстро считать разность позиций между двумя соседними хитами у нас нет, у нас начинаются вот такие вот пляски, например, и эксперименты о том, что оказывается посчитать масочку на первые 512 позиций и в этой масочке на первые 512 бит маски искать максимальное расстояние при помощи двух инструкций BSF за шесть тактов, это оказывается быстрее, чем по вектору гонять. Занимаемся в частности ранжирования, которое, подчеркну, тяжеловесное, 90% времени, вот этим вот. И даже вот эти вот оптимизации, это все еще не совсем наш этаж, чисто для справки, обычно возникает какое-нибудь ранжирование второго уровня поверх вот этого всего, просто потому, что пользователь сам не знает, что он хочет, даже у одного пользователя есть разные интересы. Общность пользователей, пользователи бывают разные, один пользователь хочет одного, другой пользователь хочет другого. И внутри одного конкретного интереса пользователя я хочу найти вот это вот, зачастую он настолько сам не знает, чего хочет, что не мешало бы запустить 4 натурально разных, 4 поисковых запроса, один из которых найдет одно, другое, другое, третий, третье, реально отличающихся поисковых запросах, и внутри все это смешать. Вот это все, слава богу, делается не на нашем этаже вообще, не на уровне поискового движка. Мы тот поисковой движок, который вот эти вот 4 поисковых запроса исполнит, а дальше уже смешение окончательное, и окончательный расчет, окончательные выдачи делается уже отдельно в микросервис. Но мы, правда, самый груженный даже из этого всего, так как в момент, когда пользовательский запрос намачил 2 миллиона документов, то в микросервис мы отдаем условные две сотни на каждый из 4 запросов. Итого, что у нас вышло примерно уникально для поиска, на что посмотрели, и что тут с алгосами. С алгосами тут все очень-очень плохо, я бы сказал, но тем не менее уникальные штуки есть. Раз, есть уникальная или крайне редко где-то еще встречающаяся структура, инвертированный файл, это вот умеренно уникально. Два, есть полууникальная для поиска вещь про сжатие. Сжатие бывает еще где-то, но именно в поиске оно, блин, обязательно, без него никуда. И три, ранжирование. Ранжирование тоже умеренно уникально, к несчастью, там никакого алгоритмического угара нет, а там есть у нас всякие трюки и техники. Вот это вот три кита, блин, которые для поиска уникальны, и к моему глубочайшему сожалению, про алгосы тут нету ничего. На этом первые 30% доклада и весь, видимо, бюджет времени у меня закончены. И у меня есть вторая половина доклада. Спасибо, Андрей. Интересный доклад, хотя мы до конца и не успели. Самое-то интересное впереди. Это половина. Давайте проголосуем. Пробежаться по оставшимся 40 слайдам за 5 минут прям вот жестким галопом или не будем так мучиться? И сразу в кулары. Не знаю, кто голосует, но я, конечно, пробежался. Организаторы, конечно. Но еще мы имеем небольшое совещательное. Я сразу на всякий случай скажу, что ставьте, пожалуйста, после доклада оценки и переходите в дискуссию, когда сам доклад закончится, и можно будет в куларах позадавать вопросы. Зрители говорят, давайте посмотрим. Давайте хоть просмотрим, действительно. Обычные так называемые алгоритмы. Смотрите, вся затянутая предыдущая часть – это про нечто уникальное для поиска. А еще в поиске есть примерно 799 обычных алгоритмов, которые есть где-то еще, например, в базе данных. Все-таки поиск на 90% – это база данных. Поэтому поиск – это база. Поэтому все, что есть в базах, у нас тоже есть. Все про хранение и доступ. b3 – да, давайте, lsm – да, давайте. Пожать то, что мы там в эти b3 и lsm запихиваем чем-нибудь, типа ztstd, очень-очень хорошо. Внезапно у нас есть свои парсеры-компиляторы, внезапно их больше одного. Select-запрос надо разобрать, HTTP-запрос надо разобрать, JSON, который нам пролетел, надо разобрать с одной стороны. А с другой стороны, вражульку типа a плюс b умножить на sinus a3 надо разобрать и заевальюйти. Соответственно, у нас есть свои маленькие парсеры, маленькие компиляторы. Все это многопоточное, местами для лулзов, а иногда для того, что реально нужно задумываться даже в микродозах lock-free, спаси господи. Все это обычно система распределенная. У нас она распределенная все еще достаточно слабо, но тем не менее распределенная. Вероятность этой структуры тоже есть. Я их отдельно вынес для того, чтобы как-то их отличить от хранения и доступа. Ну, то есть, масса всякого фарша есть. Понятное дело, что в каждом из этих пунктов еще у нас там есть несколько интересных алгосов или техник. Это, конечно же, только начало. Потому что, кроме того, что все, чего бывает в базах, у нас еще в поиске бывает все, что бывает в так называемой обработке текстов. А именно, текст надо банально развалить на токены, местами для этого побороться с кодировками даже до сих пор. Но, слава богу, последние 10 лет не бывает. Но если вы работаете с какими-то японцами, блин, например, то я уверен, что до сих пор какие-нибудь древние двухбайтовые кодировки для вас не пустой звук. Даже если есть UTF-8, все равно в этом месте тоже зарыто небольшое количество демонов. И UTF-8 хочется убить иногда парсить быстро, бранчили с алгоритмами и вот этим всем. Поверх этого то, что мы базово развалили на байтике, надо токенизировать, возможно, дополнительно токенизировать из последовательности байтиков еще всякие интересные токены нагенерить. А после этого прогнать все это через морфологию, применить стейминг, применить лимитизацию, может быть, части речи разметить и т.д. и т.п. Применить хоть какие-нибудь языковые модели. И я боюсь чисто обзора языковых моделей, если в детали кидаться одна вот эта строчка, это уже тоже такой небольшой курс из буквально двух лекций. И last but not least, кроме вот этого вот, кроме этого стыка баз данных и NLP, у нас еще есть разнообразные спецтехнологии, которые мы просто подтягиваем и с чем-то интегрируемся. Здесь у меня полностью фантазия отказывает, и поэтому я просто смотрю в прошлое и смотрю, с чем мы интегрировали конкретно Sphinx. У вас, опять же, your mileage may vary, причем widely, именно это значит букву W, мы вот интегрировали сто лет назад пару штук, которые MySQL протокол и Stammer, элементайзер тоже. За последние три года мы, например, интегрировались с Catboostом и Faissом. Ну, слова модные, но они нам реально нужны. При этом, с алгоритмической точки зрения, что интеграция той или иной интересной ML-slash-ML вектора Retrieval, если угодно, в библиотеке, эта штука достаточно неинтересная. Ну да, ну да. Нам потребовался какой-то интеграционный код на уровне движка для того, чтобы затащить расчеток от бустовых ML-моделей прямо к нам в движок. Но от движка-то в этом плане почти ничего не потребовалось. И самое главное, интересных алгоритмов там, блин, никаких. Мы, по большому счету, просто считаем, вместо того, чтобы дергать UDF-ку один раз, считаем бач из 128 наборов сигналов и дергаем UDF-ку на весь бач. Примерно та же самая история с интеграцией векторных поисков. Там хоть немного интереснее. Звучит, как бы, опять-таки, красиво, но мы, по большому счету, используем библиотеку как черный ящик. Естественно, у нас есть какой-то свой query optimizer, какая-то штука, которая считает план запроса. Естественно, пришлось поинтегрироваться с ним. Естественно, там все не так тривиально, как только ты лезешь в дебри. Но на концептуальном уровне все, опять-таки, довольно тупо. У тебя просто появляется новый вид индекса в базе данных, который умеет быстро-быстро отвечать на запросы. А дай мне из сотни миллионов документов топ-50, которые ближе всего вот к этому вектору по скалярному произведению. Можно это сделать перебором. У нас есть своя собственная реализация этого самого Dota на VX. Но когда у тебя сотни миллионов векторов, то, ну, как бы, хочется какую-то более умную библиотеку. Так, блин, все умные алгоритмы, они, извините, вот в этой библиотеке. Так что в этой части про интеграцию можно считать, что в интеграции у меня одни ломентации. Что там есть интересные технические задачки, но алгоритмических нет. И тут у меня внезапно наступает такой writer's block под названием «А что рассказывать?» Ну, у меня, слава богу, времени уже ничего нет. Но если бы, не дай бог, было, то про что рассказывать? Про все это, вариантов всяких интересных нишевых штук из баз данных, из NLP, из вот этих вот самых элементов ML довольно много, но это все как бы не наше, не такое интересно. И здесь этот writer's block я решил преодолеть очень простым методом под названием зачитывания ченж-лога вслух и после этого неудовлетворительный вывод. Как мы провели 2022 год? Потому что как будто есть и так далее, мы, честно говоря, прикрутили раньше. Краткая сводка. Примерно вот так. Вот это далеко не весь ченж-лог. Это то, в чем есть минимально интересный алгоритмический угар, на мой взгляд, за 2022 год. И галочки расставляются вот так. Зеленые галочки – это то, что где вот именно алгоритмы, хоть что-то нетривиальное алгоритмически, а все остальное – нет. Во всем остальном никакой алгоритмики нет, там те или иные техники, а давайте вот это аккуратно реализуем. Ну да, ну да, сделали аккуратный open addressing hash, flat hash map где-то так в полтора или два раза быстрее апсейла, выкинули старый отвратительный совершенно хэш и вкрутили новый. Стало хорошо. Это алгоритм? Нет. Это некая техника. Что отдельно интересно, скорость нам даже была не нужна. Я оптимизировал, блин, размер. Ну да, ну да, придумали прикольный трюк под названием «А давайте вместо честной группировки в тот момент, когда у нас на 20 миллионов документов есть буквально для 20 тысяч документов какой-то группирующий ключ, а для остальных нет, заменим тяжеловесный группа и группкаут». И так далее и тому подобное. Алгосов внутри этого всего, вот именно алгосов, натурально полторы штуки. Тидайджер использовали в одном месте. И то Тидайджер, что у нас три года к этому как был реализован. И, пожалуй, единственный абсолютно честный алгоритм, который за полтора блин года написали, одна минута буквально, это Weighted Round-Drobin. Fast forward to полный конец. Много-много техник. Рассказывать, как видите, мне времени не хватило, и это я только разминаюсь. Я могу все это вещать еще натурально часами, а могу скомкать за одну минуту. Выводы-то какие. С алгоритмами все у нас довольно интересно. У нас много всякого из баз данных, NLP были и так далее и тому подобное. Вот алгоритмов путей поиска и трехмерной графики нет. А остальное все, блин, есть. В поиске интересно. Одновременно с этим, как ни странно, если вы боитесь баз данных, поисковых движков и так далее, у меня хорошие новости. Упоротых алгоритмов каждую секунду у нас там, блин, нет. И даже каждый год. Вон, два настоящих реализации настоящего алгоритма в год. Если вы думаете, что у нас работают вот такие вот пацанчики, витающие в кетаминовом костности, это немного не так. 90% времени джессоны на лопате. Везде техники, нигде никаких алгоритмов. Но за это мы и любим C++. Фух, все. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok